всем здравствуйте и добро пожаловать на канал сегодня видео по запросу у меня попросили снять мастер-класс пенала трехцветного мы подобрали вот такие цвета чуть позже я поближе познакомлю вас со цветами и вот если как пенал использовать то можем мы сложить все детские принадлежности и застегнуть можно здесь здесь вшить молнию или будет он на молнии также считаю что это можно использовать такой футляр как косметичку как футляр для таблеток для крючков также я немного не учла ну хотя нам конечно не нужно у нас обычный пенал есть я учла лишь размер ручек а когда стали попробовали доложить карандашик то карандаш у нас оказался больше и он выглядывает можно сшить сюда футляр из обычной ткани и тогда из него ничего не выпадет а так вообще-то вот крупные вот эти вот отверстия и смотрите легко входит да допустим вот карандаш а так как он большой он выглядывает но это я просто показываю вам как минус того минус в этом футляре если он у нас будет без подклада но и если вы желаете связать подобный пенал либо косметичку то предлагаю вам это сделать и приступаем к работе для работы я буду использовать пряжу акация в ней вот сколько разновидностей этой пряжи сколько расцветок и также это стопроцентный акрил и 250 метров метров 100 граммов 50 граммах буду вязать крючком номер два у меня дочь выбрала вот эти расцветочки поэтому мы будем вязать вот такой пенал ну и мы начинаем вязать набираем цепочку из 45 воздушных петель я уже набрала за ранее сейчас мы переходим к первому ряду нам получается нужно обвязать вот этот вот эту нашу цепочку с двух сторон начинаем обвязывать ее вот с этой стороны вытягиваем петельку делаем накид 1 2 можно делать 3 это будет уже их 4 получается у нас так останется закрепляем далее в эту же петлю провязываем еще один пышный столбик 1 2 2 закрепили сейчас пропускаем 3 петли основания 1 2 3 и в четвертую петлю вяжем еще пышный столбик следующий в красавчик там Продолжение следует... 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 Закрепили, 1, 2, 3, закрепили, в следующую накид, вяжем следующую, 1, 2, 3, так. У меня провязался второй ряд по кругу пенала, либо, как я представляю, это может быть косметичка, и сейчас нам нужно соединить окончание ряда из пышных столбиков и начало, ну, вернее, начало и окончание ряда. Нам нужно найти петельку вот здесь, в этом пышном столбике, здесь вот, если повернуть, то видно ее. Вступаем насквозь, захватываем рабочую нить и соединяем наше вязание. И вновь у нас замкнутый круг. Вступаем в центр вот этой рогаточки, захватываем снова рабочую нить и повторяем наше вязание до того момента, как нам нужно будет вязать косметичку, то есть, ну, косметичку либо пенал, какого размера нам нужно. Цвет саму 0,4-63. А вот этот цвет фиалка. Фиалка 13-12. Сейчас я перехожу на цвет фиалка, вам стригаю нить. Здесь обычно просто привяжу, впоследствии, конечно, ниточки спрячу, чтобы было незаметно. И так, нужно вытянуть рабочую нить уже сиреневого цвета. И так у нас вступает вот эта нить уже и мы вытягиваем петлю, делаем накид, вступаем вновь в центр, еще раз и еще раз. И закрепляем. Вновь сюда же вступаем в три раза. Еще пышный столбик, закрепляем. Продолжаем вязание. Находим центр рогаточки, как я называю, пышных столбиков и провязываем пышный столбик. провязываем все вместе. И все тоже вяжем еще раз. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ну и таким образом нам необходимо связать 4 ряда цветом фиалка. Встретимся после того, как мы свяжем ровно 4 ряда вот таким цветом. Я закончила вязать цветом фиалка и сейчас перехожу на цвет яркая мальва. Это номер 3065. вытягиваем на высоту пышного столбика и продолжаем наше вязание. 7, 4. Встретимся. Заводимся. Вот это. Вот помер acontece hablar. Такое ощущение, что это как-то потолще пряжа, этот моточек, не знаю, как лежит дальше. Я бы, конечно, сюда взяла другой цвет, но вот ребенку захотелось такой яркий, чтобы присутствовал. Ну, а мы продолжаем вязать. Еще получается 4 ряда, вот 4 таких, 4 таких и 4 розовых. И встретимся чуть позже. Ну, вот у нас связано основное полотно нашего изобретения, нашего пенала, либо косметички. Но если косметичка, я думаю, что, конечно, можно и побольше связать с размером. Точно так же и пенал, смотря по какой вместимости ребенок будет складывать либо карандаши туда, либо линейку, там уже по размеру линейки. Соответственно, выбираем. Ну, и теперь предлагаю обвязку обвязать. Можно вот этим же цветом продолжить дальше. Но я решила сделать 3 ряда. Один ряд таким, один таким и один таким цветом. Беру. Я здесь ниточки уже спрятала. Вот, если посмотреть с лицевой с изнаночной стороны, оно, в общем-то, абсолютно незаметно, где попрятано. Да. И вяжем дальше. Обвязываем. Полустолбиками с одним накидом. Можно сюда вшить молнию. Так как у меня молнии не нашлось, я решила заменить молнию пуговочками. Вот эту обвязку можно было использовать одним цветом. Не менять, так как вот я решила поменять разные цвета по очереди. Опять их там же, как они были в изделии. Можно было один цвет просто продолжить, розовый. Так, вот эта сторона у нас вяжется, куда мы можем пришить пуговицы. А с другой стороны нам необходимо сделать петельки. сейчас я дойду и покажу, как я делаю петельки. Можно взять булавочки, можно на глаз заметить себе, отметить, где будут петельки находиться. Итак, у меня три, три, здесь немного, чуть-чуть по-другому. Три, ну вот здесь вот, сейчас еще одна. Вот. Одна, две, три воздушные петли. И здесь отступаем, не знаю, можно, наверное, даже две. Сейчас попробуем. Две воздушные петельки я пропускаю, здесь одну петлю пропускаю, и следующую вяжу полустолбик с накидом. Почему? Я решила две пропустить, так как вот сейчас будем примерять. Дальше еще свяжем. Чтоб не было слишком слабо, все-таки оно потом еще подрастянется. Вот у нас пуговичка, допустим, прошла как раз, поэтому у нас так и останется. И снова нам нужно связать две воздушные петельки. Здесь вот, сейчас вот я дохожу, чуть-чуть до конца ряда, и мне хочется отрезать пенал. Вот, соединяем здесь. Соединили, и сейчас я отрезу рачьим шагом пенал, ну, либо косметичку. Для этого воздушная петля. И посмотрите, нужно идти не по часовой стрелке, как мы бы вязали обычное вязание, а мы вяжем против часовой стрелки. Вот воздушная петля, сейчас мы шагаем в обратную сторону. Вот у нас петля на крючке. Мы вступаем в следующую петлю, захватываем рабочую нить, у нас образовалось две петли на крючке. Мы их провязываем вместе. Далее вяжем. Вступаем в следующую петлю, захватываем рабочую нить и провязываем две петли, образовавшиеся на крючке. И так мы шагаем в противоположную сторону. И у нас получается вот такой, как бы немного зубчатый край. Ровный, аккуратный. Сюда мы вступаем дважды. Заметьте, вот сюда в серединку. В петельки я вступила два раза. И так вот я подвязываю весь пенал. И так прячем остальные ниточки. Если ниточка сиреневого цвета, мы ее прячем между сиреневыми петельками. Какие-то отыскиваем. Обычно у нас ли не получается этим крючком такого же размера, которым я вязала, то я перехожу на крючок меньшего размера и ниточки запрятываю крючком наименьшим. Приступлю к пришиванию пуговочек. Смотрим, где они должны находиться, на каком расстоянии, на каком уровне. Здесь будет первая. Я вступлю три раза, чтобы было более прочно. Здесь просто завяжу ниточки. Академия. Назваживаю. Продолжение следует... 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 И вот если будет брошка на шапке, то будет очень оригинально. Ну, а я заканчиваю свое видео. У нас получилась косметичка, либо пенал. Но идею я вам просто подкинула из своей фантазии, так как... Желаю всем приятного просмотра, приятного изготовления своих каких-либо косметичек. Сочетание оригинальных цветов и чтобы у вас все получилось. Желаю вам ровных петелек. До новой встречи!